Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, и перед началом этого ролика я хотел бы поинтересоваться у вас, сколько в прошлом месяце вы потратили интернет-трафика? Вот, к примеру, телефон Амира, и в прошлом месяце он потратил целых 72 гигабайта на просмотр различных роликов и смешных картинок из интернета. Интересно, сколько трафика тратите вы? Прямо сейчас посмотрите, напишите это дело в комментариях. Но вообще, сегодня я хотел бы обсудить, сколько интернет-трафика съедает, например, одна фотография в Инстаграме или просмотр одного ролика на Ютубе. Давайте эту тему обсудим. Что ж, давайте начнем наши интересные подсчеты. И для начала обусловимся, что у нас, допустим, тарифный план 5 гигабайт интернета в месяц. Много это или мало? Сейчас узнаем. Ну а начнем мы с самого интересного, это Инстаграм. Тут есть три типа потребления контента. Фото, Инставидео и Инстасторис. В течение нескольких дней мы пролистывали наши ленты в Инстаграм для того, чтобы выяснить среднее значение, сколько трафика тратится на просмотр видео и фото. Фотографии обычно попадаются разных размеров, и поэтому мы взяли среднее значение. За 10 фотографий тратится около 30 мегабайт интернет-трафика. В то время как за просмотры одного Инставидео длиной в одну минуту тратится в среднем около 10 мегабайт. Тут значение более-менее ровное. А вот с Инстаграм-сторис все не так уж и просто, и статистика там довольно-таки плавающая. Заодно Инстафото у вас может уйти от 150 до 400 килобайт трафика, а за просмотр одного Инставидео от 1 до 4 мегабайт. Итак, мы получили среднюю температуру по больнице, и теперь, если у нас 5 гигабайт интернет-трафика, мы можем все это подсчитать и видим то, что за месяц мы можем посмотреть либо 512 видео в Инстаграме, либо от 1200 до 5100 видео-сторис. Смотришь на все эти цифры и понимаешь то, что уже не так уж и много смешных видео ты можешь посмотреть, особенно если подписан на какой-нибудь смешной паблик, который по 20 Инставидео в день выкладывает. И таковым образом за просмотр каждого, то есть за каждые 60 секунд, тебя будет списываться по 10 мегабайт. Самое интересное в этом то, что не только 60 секунд смешных видео можно перевести в мегабайты. К примеру, лишние минуты. Если вдруг у вас на смартфоне закончился интернет, но остались лишние минуты, то их можно легко обменять. Абоненты Теле2 могут с легкостью перевести неиспользуемые минуты в полезный интернет-трафик. Лично я минутами практически не пользуюсь. Ну, в месяц, может быть, 5 или 10 минут выговариваю, а вот интернетом пользуюсь часто, и поэтому любое оставшееся количество минут я могу перевести в мегабайты по курсу 1 минута разговора 10 мегабайт интернета. Для такого перевода всего-то нужно либо через приложение Мой Теле2, либо через сайт найти вкладку «Услуги» и долистать до самого низа, где все функции. И там выбираем обмен оставшийся минут на гигабайты и вуаля! Минуты разговоров, которыми наверняка большая часть из вас не пользуются, превращаются в полезные мегабайты с точностью до минуты. Ну и по нашим предыдущим подсчетам, например, мы получаем то, что за одну минуту разговора мы можем посмотреть одно инставидео. Но это что касательно инстаграма, а что касательно трафика на ютубе. В наших подсчетах мы не брали 4К видео на ютубе, потому что что за бред? Кто сейчас вообще смотрит 4К? Кому оно нужно? Поэтому подсчитали то, что 5 гигабайт интернета вам хватит для просмотра 196 минут видео в формате Full HD, или же можно очень сильно сэкономить, если сменить Full HD на обычное HD 720, и тогда вы уже сможете посмотреть 457 минут видео на 5 гигабайт. Ну или можно совсем уж сильно сэкономить и смотреть видео в царском разрешении 640 на 360 1058 минут. Вот это реальная экономия, то есть между Full HD и 360. Я бы задумался, в каком формате лучше смотреть видео. Итак, мы подсчитали фото и видео. Дальше у нас идет музыка. Сейчас очень сильно набирают обороты различные стриминговые сервисы, где можно слушать музыку прямо онлайн, либо ее кэшировать, но при этом все равно треки нужно сначала скачать. Средний битрейт в самых популярных стриминговых сервисах составляет 256 килобит в секунду. Ну и дальше у нас идет простецкая математика. Это значение мы должны умножить на 60 и поделить на 8, чтобы получить значение в килобайтах. И таким образом получаем 2700. Чего? 2730 минут музыки мы можем прослушать на 5 гигабайт интернет-трафика. 2730 минут. Много это или мало за месяц? Ну если взять в расчет, что в месяц у нас 43 тысячи минут, ни много ни мало, то 2000 это... все-таки маловато будет. Но это только в том случае, если мы будем одну и ту же песню каждый раз слушать онлайн. Все-таки большинство стриминговых сервисов позволяет музыку закэшировать, а сделать это можно и дома через Wi-Fi, и таким образом не хило сэкономить на трафике. Ну а где вот действительно можно разгуляться и вряд ли вы потратите весь трафик, так это в текстовых постах. Вообще информацию из интернета можно потреблять четырьмя путями. Через фото, через видео, через звук и через текст. Все-таки один из самых популярных, наверное, на данный момент форматов. И за пример я брал Twitter. В одной букве или цифре, неважно, может содержаться 256 различных символов, и каждый из них будет весить одинаково, а именно 1 байт. И таким образом текстовая информация является самой легкой для потребления с точки зрения интернет-трафика. И вот такими манипуляциями, небольшими подсчетами, можно подсчитать то, что вот если взять классический твит в 140 символов, то на 5 гигабайт вы можете прочитать 36 миллионов 700 тысяч таких твитов. Вот это значение, я думаю, что за месяц точно никто не преодолеет. Ну реально, 36 миллионов твитов прочитать за месяц, ну это тупо физически невозможно. Получается, что общение через мессенджеры намного выгоднее, чем обычные разговоры, потому что даже по курсу перевода Теледва за одну минуту мы получаем 10 мегабайт трафика. А на эти 10 мегабайт можно написать больше 70 тысяч твитов. Подумайте об этом. В этом видео я почитал отдельно, сколько трафика тратится на просмотр видео, отдельно на фото, отдельно на текст. Теперь вы можете дальше уже сами, исходя из этих средних значений, прикинуть, сколько трафика у вас потребляется, когда вы читаете какую-нибудь новость, где и тексты определенные, какие-то голосовые заметки, и фото, и видео. Это все, конечно, сжирает намного больше трафика. Сейчас же я прочитал только чистые значения, так сказать, вычислили среднюю температуру по больнице. Но от этого уже можно плясать. Самое главное, какой можно подвести итог? 5 гигабайт интернета. Много это или мало? Если взять, например, трафик Амира, а именно 72 гигабайта, честно, я не представляю, на что, на что можно потратить... Амир, на что ты потратил 72 гигабайта? Вайна, Ютуб... В общем, друзья, мне реально интересно, сможет ли кто-то побить этот рекорд, потому что, ну, 72 гигабайта, это реально очень много. Если переводить в видео в формате Full HD на Ютубе, то это нужно каждый день смотреть трилогию «Властелин колец» и еще и «Хоббита». И тогда и то вряд ли 70 гигабайта. Честно, у меня это в голове не укладывается. В общем, друзья, в комментариях я жду, сколько интернет-трафика вы потребляете за месяц. Ну, а на этом у меня все. Меня зовут Тимур, и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо! Я смотрю в 4К, поэтому 72 гигабайта. Счастливо!